Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! Продолжаем читать книгу Иисуса Новина для библейского портала «Экзегет». На очереди у нас 14 глава книги, в которой продолжается рассказ о том, как по жребию делилась Святая Земля. Правда, в предыдущей, 13 главе, мы читали о том, как делилась Земля между двумя с половиной коленами по ту сторону Иордана, то, что называется восточный берег реки Иордан, которая, собственно, не является хананской землей и не является поэтому святой землей Израиля, которую Всевышний дал своему народу. И вот, разделив для двух с половиной колен на делы за рекой Иорданом Иисус Новин вместе с Элиазаром, первосвященником, и с начальниками поколений израильских, приступают к разделу земли в пределах Ханаана и делят ее по жребию, как сказано. Кому выпадет жребий, тот и получает тот или иной участок земли. Вот что получили в удел сына Израилевы в земле ханаанской, что разделили им в удел Элиазар, священник, и Иисус, сын Новин, и начальники поколений в коленах сынов Израилевых. По жребию делили они, как повелел Господь через Моисея, девяти коленом и половине колена. Коленом и наше, коленом и на сии, было разделено, его уделы были разделены как бы на две половины. Часть наделов оказалась на территории Святой Земли, а часть оказалась за ее пределами в северном Заярдане. И вот в предыдущей тринадцатой главе говорилось о том, какие наделы получила заорданская половина коленом и наше, коленом и на сии, а в четырнадцатой будет повествоваться о том, что получила эта часть половина колена по всю западную сторону реки Иордан. Поясняется в третьем стихе. «Ибо двум коленом и половине колена Моносийна Моисей дал удел за Иорданом, имеется в виду колена Рувима и Гада. Левитам же не дал удела между ними. Ибо от сынов Иосифовых произошли два колена», напоминает нам священный писатель, историю, которая описывается в заключительных главах книги Бытие. Что это за два колена произошли от Иосифа? Моносия и Ефрем, Менаше и Эфраим. Собственно говоря, колен израильских не двенадцать, а тринадцать, потому что колено Иосифа, Иосифа, это два колена, Эфраим и Менаше, по именам его сынов. «Посему они не дали левитам части в земле, а только города для жительства с предместьями для скота их и для других выгод их». Колено левицкое не получило надел, а сам Господь и жертвы храмовые его надел. «Служить Господу, призваны они, и не отягощаться земледелием». Но города левицкие были разбросаны по всей земле израильской, и левиты жили в городах. А земельных участков, земельных наделов они, как Господь поверил Моисею, не получили. «Как поверил Господь Моисею», читаем мы дальше, «так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы землю». «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. Там была ставка верховного главнокомандующего Иисуса Навина в Галгале, в долине реки Иордан, близ Иерихона. И сказал ему Халев, сын Иефании, кенезиянин». Халев был один из тех разведчиков, которые, согласно книге чисел, ободряли Израиль и говорили, призывали его к тому, чтобы идти и захватывать землю. В отличие от других разведчиков, большинства разведчиков, у которых сердце растаяло, и они уронили, так можно сказать, дух израильтян, устрашили их, говоря то, что земля — это поедает живущих на ней, и живут в ней великаны. Так вот, здесь обращается Халев, один из тех, кто когда-то разведывал землю 40 лет назад, обращается к Иисусу. Он был кенезиянин, то есть из кенеев. Кенеяне о них неоднократно упоминается в Священном Писании, они близки мадеонитянам. «Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадесварни». Кадеш-Борнеа — это город, располагавшийся на юге, далеко на юге, в пустыне. Там, где сейчас проходит граница в соответствии с договором начала 70-х годов, граница между Израилем и Египтом. На Синайском полуострове, север Синайского полуострова, там вот эта граница располагается. И там, в частности, этот город интересен тем, что там был найден один из рогатых жертвенников, в этом месте Кадеш-Борнеа. Там произошли великие события, описываемые в Пятикнижии Моисеевым. Собственно, вокруг этой горы Кадеш-Борнеа народ много и много раз обошел в течение своего 40-летнего странствования. Читаем дальше в 7-м стихе речь Халева. «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадеш-Борнеа осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу, Богу моему». Вспоминается история с разведчиками, описываемая в книге чисел. «И клялся Моисей в тот день и сказал, «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу, Богу твоему». Цитирует Халев слова Моисея. «Итак», продолжает он дальше обращаться к Иисусу Новину, «Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие». Из этого мы можем заключить, что уже не первый год, уже не первый год Израиль находится в своей земле, окончены войны, большей частью, которые вел Иисус Новин, и израильтяне вели. И Израиль уже живет не первый год, а 4, 5 или даже 6 лет в этой стране, в своей земле. «Когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет». Старцу Халеву уже 85 лет. «Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить». Богатырь, воин, «Итак, дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и укрепленные. Может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь». Некоторые города не были захвачены. Не был захвачен и Ивус, крепость Ивусейская, которую захватит лишь впоследствии царь Давид и сделает столицей объединенных колен Израиля. Вот города сынов Инаковых, этих исполинов, захвачены тоже не были. И тогда, как мы читаем дальше, Иисус благословляет своего верного соратника Халеба, Халева, и благословил его Иисус, его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину Хеврон. Хеврон – южноизраильский город, расположенный на юг от Иерусалима. Там, как мы знаем, находится могила в пещере Махпела, где погребены правоцы с их женами. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кенезиянина, до сего дня за то, что он в точности последовал по велению Господа, Бога Израилева. Вот за то, что он не нарушил Слово Божье, он получил это благословение, получил этот великий город Хеврон, Кириат Арба, раньше называвшийся. И с этого времени город будет называться Хеврон, как мы читаем. Вот какое поучение мы можем извлечь, друзья, из этого. Если мы не будем страшиться, а будем исполнять заповеди Господни, то, что нам Господь повелевает, то и мы получим Божье благословение и получим удел уже не в месте нашего странства, не там, где мы живем, в Москве или в Петербурге, или в Хевроне, в каком бы то ни было из городов, а получим удел в Небесном Граде, в Иерусалиме. Ибо Хеврону было прежде имя Кириат Арбы. Так назывался между сынами Инакови один человек великий. Собственно говоря, Кирья – это тоже город. Можно перевести как город, укрепление, крепость. Ир – более поздний термин для обозначения города. А вот в более ранние времена город называли Кириат на хананейском наречии. Кириат Арбы – так назывался между сынами Инаковыми один человек великий. Арбы – его, видимо, звали, или Арба. И заключительный стих 14 главы звучит «И земля успокоилась от войны». Да, оставались отдельные крепости на территории обетованной земли, которые израильтяне во времена Иисуса захватить не смогли. Войны будут продолжаться. Кроме того, Израиль часть земель и часть городов потеряет в результате тех захватов, которые произведут впоследствии филистимляне. Войны будут продолжаться в эпоху Судей, в эпоху царя Саула и в эпоху Давида. И лишь в конце царства Давидова войны действительно прекратятся и будет не только освобождена от хананеев, хананьян, вся святая земля Израиля, но будут подчинены и соседние окрестные страны, и Израиль подчинит их своему влиянию, и они вступят с Израилем в союзные отношения, и будут подписаны соответствующие договора, вассальные договора с этими окрестными народами, и эти народы станут вассалами Израиля. А вот с хананеями никаких вассальных договоров заключать не нужно было, их нужно было истребить или изгнать. Не всех хананеев изгнали, как мы помним, были гаванитяне, которые хитростью заключили с Израилем союз, взяли клятву с израильтян, и поэтому остались жить, но жить как геры, как пришельцы, и обслуживать скинию, в том числе, святилище, приносной храм, мешкан, обеспечивая водой и дровами. Вот так повествует нам 14 глава книги Иисуса Новина о беседе халева с Иисусом и о том благословении, который великий вождь, преемник Моисея, дал своему соратнику халеву. Друзья, запись делается для библейского портала экзегет.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok